здравствуйте друзья молодые начинающие поэты в первую очередь к вам обращена моя лекция тема стихи в жизни каждого и как рождается поэзия сегодня будет очень интересно по пунктам расскажу о чем мы будем говорить каким образом поэзия вплетена в нашу жизнь самого детства и почему мы любим стихи в общем что такое стихотворение что такое стих в чем его отличие от прозы как пишутся стихи здесь техника здесь пойдет речь о вдохновении о таких неуловимых материях сложно описуемых и о смыслах смыслы в поэзии это едва ли не самое важное и наконец в самом конце лекции я дам вам несколько практических советов которые помогут вам писать стихи советы молодому поэту и так стихи что это такое это художественная речь речь которая знакома каждому чуть ли не с первых минут жизни поскольку наверное первое что мы слышим первое что слышит человек еще в бессознательном состоянии находясь в младенческом возрасте это колыбельную матери так вот чуть ли не с молоком матери мы впитываем стихи рифмованные строки которые так коротки так емки так прекрасны так похоже на музыку так хорошо ложатся в память именно благодаря своей созвучности мы конечно все первые стихи слышим от своих родителей и родители нам читают как правило борто возможно кому-то повезло им читали хармса в детстве возможно вы читали сами или вам читали ершова конек горбунок чудесную сказку в стихах возможно стихи пушкина я думаю у всех они были в детстве чуковский мы знакомимся с миром через через эти стихи мы познаем какие-то узнаем какие-то вещи о которых не можем пока узнать в реальном мире которых мы никогда не видели перед нами проходят дальние страны неведомые невиданные животные все это к нам приходит через тех именно изначально не через прозу и через песни приходят к нам стихи чаще всего стихотворение рождается раньше музыки музыка приходит потом ну гораздо реже одновременно с ней и песни написанные на стихи звучат в кино они повсюду они окружают нас повсюду стихи возможно мы даже сами этого не осознаем мы слышим каждый день и и даже гимн российской федерации даже он написан на стихи а его мы слышим очень часто школьники слышат его сейчас каждый день и так стихи внедрены во многие виды искусства поэтому они пронизывают нашу жизнь и да и тесно связаны с музыкой надо сказать что до 17 века вообще не существовало такого разделения не существовало слова стих не существовало разделение проза и стих была речь говоримая и речь которая поется и лишь семнадцатом веке появляется такое слово как вирши стихи и здесь начинается обособленное уже развитие история развития стиха почему мы любим стихи ну вот именно потому что это музыка и слов что стихи имеют звучание сходное с музыкой читаются на распев некоторые звучат как марш и некоторые звучат как прекрасная песня гармонию которая образует рифма и ритм именно ценят люди в стихах хорошо запоминаются произведения и самого детства мы знаем какие-то стихи наизусть именно поэтому и это короткий жанр в стихах можно рассказывать целые истории кратко выражать глубокие мысли и кратко стихов как раз это причина по которой поэты могут очень быстро реагировать на то что происходит вокруг описывая происходящее событие и записывать эти впечатления передавать их стихах всегда поэты создавали летопись времени вспомните хотя бы серебряный век поэта серебряного века очень много писали об исторических событиях свидетелями которых они были у маяковского прекрасное двустрочное стихотворение которое наверное знают все она появилась 17 1917 революционном году ешь ананасы рябчиков жуй день твой последний приходит буржуй и гражданские стихи они сейчас выходят на первый план гражданская поэзия которая как раз становится очень публицистично и описывает наш настоящий момент исторический стихи и часто имеют смысловую глубину недоступную прозе почему потому что в них повышенная концентрация смыслов поэзия шире чем проза используют тропы то есть художественное средство языка метафоры олицетворение пить и ты и так далее приведу вам четверостиши осипа мандельштама которая очень образно передает его мысль создает удивительный образ невыразимая печаль открыла два огромных глаза цветочная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь вот здесь олицетворение и метафоры великолепный насыщенный смыслами кусок стихотворения стихи с переменным успехом пишут кстати многие люди особенно в детстве и юности когда нас захлестывают эмоции какие-то первая любовь и появляются первые стихи мне кажется что писать стихи проще чем писать например романы но писать хорошие стихи это очень сложно для того чтобы писать хорошие стихи нужно много учиться и много книг прочесть и много стихов прочесть вырастить в себе мастера таким образом именно так можно приобрести чувство языка вкус художественный иначе никак всю жизнь придется очень много читать если вы хотите писать хорошие стихи и читать других авторов надо окружать себя хорошими стихами заполнить все пространство в доме домиками стихотворными и читать 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 в первую очередь я посоветую читать поэтов серебряного века конечно классиков пушкина лермонтова это само собой но поэты серебряного века там много новаторство там много авангарда и много таких приемов которые используются по сей день поэзии ну мы нередко встречаем людей которые пишут стихи для себя для души и в зрелом возрасте и вы можете сказать что это неплохо неплохо но надо избегать легковесного стиха есть такое слово графомания называется вот от нее предостерегаю вас и в будущем что такое графомания это болезненное пристрастие к сочинительству человека у которого как который как раз не доучился у которого нет чувства языка и не сформировался художественный вкус но он тем не менее пишет 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 очень много и зачастую такие люди даже лишены таланта пишут на свадьбы посвящение на дни рождения надо понимать что это все-таки не высокая поэзия это не то к чему надо стремиться можно стрим можно писать мало но и наверное не стоит вписать каждый день можно писать мало но очень качественно очень хорошие стихи от сердца образование нужно для того чтобы писать хорошие стихи оно должно иметь филологическую базу человек должен быть грамотен и начитан и так что такое стих и в чем его отличие от проза стих художественная речь которая делится на относительно короткие отрезки на строки и эти строки воспринимаются как соизмеримые и сопоставимые друг с другом главное же что все-таки это речь которая делает делится на строки строчки потому что вы знаете что есть белые стихи как в которых нет рифмы в которых строки не не сопоставляются друг с другом так скажем стих по сути как говорят многие исследователи стиха это явление уникальное но не должно было существовать это из разряда чудес почему потому что стих это очень ограниченная форма то что он делится на строки то что внутри строки должно быть должны быть сходные интонации стоит строки должны сопоставляться друг с другом длина строки задано четко все эти вещи ограничивают стих ограничивают то количество ресурсов и слов которые мы можем использовать для его создания и тем не менее глубина смысловая глубина стиха несравнима ни с чем по идее должно было быть наоборот стих ограничен форме соответственно он ограничены в содержание он должен быть беднее по содержанию чем та же самая проза менее ограничена но это не так потому что существует связь между словами как в кроссворде существуют связи горизонтальные и связи вертикальные получается что мы соотносим и слова в строке и слова в четверостише друг с другом и это дает нам массу дополнительных связей между словами и даже звуками стихотворений строчки не ходят по одной в классическом стихосложении они образуют ритмические пары и здесь можно говорить в первую очередь о рифме для того чтобы написать стих нужно понять что такое рифма созвучные слова на конце строк поэтических также строчки соотносятся между собой ритмом и длиной размером как его еще называют рифмой могут кстати объединяться и 34 строки одного поэтического куска строфы но строфа это грубо говоря четверостишие может быть естественно и 5 строчек и 6 строчек в строфе но чаще всего мы встречаем четверостишие и так пары строк которые воплощают базовый для поэзии принцип соотносимости и соизмеримости дальше что нужно помнить для того чтобы написать стихотворение нужно иметь представление о том что такое ритм вот у нас две строчки для упрощения скажем что это строчки соседние они срифмованы на конце стоит рифму рифмовка срифмованные слова но и сами строки должны быть объединены внутренним ритмом здесь перед нами три дороги открывается это три типа стихосложения мы можем пойти тремя путями есть силабическое стихосложение в котором вы просто должны посчитать количество слогов в одной строчке и количество слогов следующей строчке это количество должно быть равным сила ботаническая наиболее распространенное стихосложение здесь кирпичиком измерение и измеряем здесь кирпичик из которого состоит поэтическая строка называется стопой и так стопа это соединение сильного так называемого и слабого места это ударный слог и безударный слог и из этих стоп как из кирпичиков состоит строчка поэтическая вот допустим возьмем слово дома первый слог до будет безударный ма будет сильное место ударный слог дома и и в данном случае перед нами стопа в таких стоп может быть строчки много как много кирпичиков но в соседних строчках сопоставимых таких строк таких стоп должно быть одно одинаковое количество существует также тонический тип стихосложения здесь мы имеем дело с интонационным ударением здесь в строке нам главная интонация крупные длинные слова в строке на которые падают ударение и здесь можно не считать предлоги мелкие какие-то маленькие коротенькие слова здесь мы считаем только большие слова под ударением неважно на какую часть слова падает ударение в соседних строчках с сопоставимых друг с другом и связанных рифмой должно быть одинаковое количество вот этих интонационных ударений больших ударных слов да здесь вы можете спросить о размере еще о метре метр в поэзии это группа стоп в строке метр вы должно быть слышали такие слова диковинные как хорей и ямп и даже может быть дактилем фибрахи и анапест эти все слова пришли к нам из античной науки о стихосложений и они естественно работают до сих пор самый простой способ проиллюстрировать вам что такое вот хорей и ямп самые распространенные стихотворные метры это показать вот такой вот пример до взять короткое слово то же слово дома и попробовать составить из него поэтическую строку где ударение все ударения падают на второй слог от начала строки и так вот в хореи у нас все ударения падают на первый слог от начала строки поэтической дома 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 и и тем они отличаются собственно вот рюкстопные ямп дома 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 естественно слова будут другие, но ударение будет падать всегда на второй слог, на каждый второй слог. Далее размер. Размер это еще один технический аспект построения стиха. Это, по сути, длина строки. И самый популярный размер в русской поэзии это четырехстопный, может быть, четырехстопный хорей, может быть, четырехстопный ямп. Четырехстопный хорей, давайте я вам короткую иллюстрацию дам из Жуковского. Горький жребий, одиночество, мне сужден в кругу людей. Горький, вот он, хорей падает, ударение всегда на первый слог. Горький жребий, одиночество, мне сужден в кругу людей. И ямп. Ямп из Полонского иллюстрация. В одной знакомой улице я помню старый дом. Всегда на второй слог и последующие слоги вторых. Однако главное отличие стиха от прузы это членение на отрезки, как я уже говорила, на отрезки, на строки, на поэтические строки. Белый стих лишён рифмы. Последние слова в строке не рифмуются, но есть ритм. Пример. Посвящение Блоку. Белый стих Ахматовой. Анны Ахматовой. Я прочту отрывочек, чтобы вы поняли, что такое белый стих без рифмы, но с ритмом. Я пришла к поэту в гости. Ровно полдень, воскресенье. Тихо в комнате просторной, а за окнами мороз. И малиновое солнце над лохматым сизым дымом. Как хозяин молчаливый, ясно смотрит на меня. Итак, стих сложился, но внутри стиха только ритм. Метр здесь хорей. Бывают и однострочные стихотворения, кстати. Для меня открытием явилось, одним из первых открытий поэтических, явилась поэзия Брюсова. У нас был дома старый, одно из первых изданий Брюсова. Потрёпанный томик, маленький стихотворений. Ещё, наверное, год точно не скажу, но одно из первых изданий Валерия Брюсова. И там было это стихотворение. Однострочное, которое в своё время наделало много шума и также потрясло меня в детстве. О, закрой свои бледные ноги. Вот вам, пожалуйста, один из экспериментов поэтов-символистов, поэтов Серебряного века. Стихотворение, в котором существует только внутренний поэтический ритм Анна Пест. Всё, больше в нём в этой строчке ничего нет, и даже соотнесения с какой-то другой строчкой нет. Тем не менее, это стихотворение. Также очень модный сейчас свободный стих Верлибр. Здесь можно вообще говорить о том, что нет ничего, кроме поэтической строки, которая его составляет. Причём эти строки могут быть разными по длине, в них может не быть ритма вовсе, объединяющего их. Текст, разделённый на строчки. Тем не менее, это поэзия. Тем не менее, это стихи. В качестве примера прекрасное стихотворение Блока. Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов, звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовнёй. Она немедленно уронила на пол толстый том художественного журнала. И сейчас же стало казаться, что в моей большой комнате очень мало места. Это модный сейчас, пришедший к нам из французской поэзии, кстати, Верлибр. Таким образом, стихи по форме могут быть невероятно многообразны. И эксперименты с формой стиха приветствуются. Да, писать можно по-разному стихи. Но прежде чем увлекаться экспериментами, необходимо освоить всё же классическое стихосложение и изучить его основы. И вот здесь подходим к самой интересной стороне создания стиха. Духовная сторона дела. Вдохновение и эмоции. Это то, без чего не существует, невозможно создать стих. Талант поэта вот часто раскрывается через переживания, через даже страдания где-то. И залог хорошего результата, когда вы садитесь за стихотворение, это искреннее переживание, искренность, естественный порыв души. Стихи — это дети, рождённые на движении души. И мы хорошо пишем только о том, что нас действительно волнует. Вдохновение же — это великая сила, сопротивляться которой, как правило, невозможно. Она увлекает вас в невидимую реку слов, идей, смыслов, фантазий. И повинуясь этой силе, творец как будто выключается из реальности. И показательный здесь эпизод, наверное, будет. Байка о том, как писал Василий Шукшин. Существует такая история о том, что однажды Шукшин записывал что-то в своей тетради. К нему пришло вдохновение. И уборщица в это время мыла пол, попросила его поднять ноги. Он поднял ноги. И в этой позе и остался. Пока не дописал до конца. Так сидел долго, да. Это вот показательный эпизод. Почему? Потому что мы забываемся, когда мы пишем. Вдохновение — это та сила, которая вас захватывает настолько, что вы уже даже не принадлежите сами себе. Вот по вдохновению, по такому всепоглощающему, и нужно создавать стихи. Как правило, на ум приходит первая строчка. У меня в детстве именно было так. Я начала писать с 9 лет. И первая строчка всегда была трамплином. Она всегда ударяла по голове. Невозможно было сопротивляться. Я хваталась за бумагу. Так ко мне в первый раз пришло вдохновение. В 9 лет это было ночью. Я вскочила и начала записывать стихотворение. Хочу сказать, что это был первый успех поэтический. Потому что тогда это стихотворение я показала своей учительнице. Учительница одобрила. И попросила меня его прочесть перед классом. Я прочитала. Всем понравилось. И, о да, наверное, вот здесь я впервые состоялась как поэт. Желаю, кстати, и вам того же, чтобы ваши первые стихи, когда вы их покажете миру, были восприняты дружелюбно и благосклонно. Это очень важно. Поэтому свои стихи первые показывайте, пожалуйста, людям, которым вы доверяете. Которые, вы знаете, вас не обидят, а поддержат. Ну, это, наверное, в первую очередь у кого-то родители, у кого-то близкие друзья. Стихи – это очень личная такая вещь, которую для начала особенно всем показывать не стоит. Покажите кому-то близкому, дорогому, а потом уже вперед. Получите от него одобрение. И растите дальше. Итак, да, первая строчка. Вот от первой строчки, очень часто от выбора первой строчки зависит и выбор метра, размера и длины строки, и характера стиха, который у вас получится в итоге. Будет ли у вас стихотворение торжественное, напевное, либо оно будет чеканным, энергичным, больше похожим на марш. Для сравнения я вам сейчас прочту два стихотворения. Одно более маршевое, в котором очень остро ощущается ритм. И второе, плавное, напевное, с длинной строкой. Обратите внимание, в первом случае у стихотворения будет короткая строка, а во втором случае будет длинная и протяжная напевная. Итак, первое стихотворение. Боги войны, упертые, вскормленные ордой, Адищем смертных тертые, Гнев богиня воспой, Прут они неодолимые, Так будто тысячу лет, Ждут их дома любимые, А перемирий нет. Боги войны, Завернуты в туники цвета травы, Латами к сердцу пристегнуты Вещие сны детворы, Не остановят движение Клятые стали свинец, Боги идут в наступление, Будет войне конец. Марш, да? Ритм. И следующее, гости. Это новогоднее стихотворение У него совсем другая атмосфера. Обратите внимание на ритм И обратите внимание на длину строки. Синий вечер Стоит на пороге Озябшая ель И смеются заливисто Через смолистые ветки Краснощеки и лица Моих закадычных друзей. Да пусти уже в дом-то Доносятся с лестничной клетки И влетают гурьбой Вместе с елкой, Пакетом конфет, Размотав бесконечные шарфы, Обнимут морозно. И под каждым ботинком В прихожей Подтаявший след, Из которого год уходящий Моргает нервозно. А январь удалой, Надышавший на окна встречай, Постучится, И снежные курицы Вздрогнут на крыше. И варенье из шишек Нырнет в облепиховый чай. Вот тогда На минуту Мы станем смеяться Чуть тише. До утра будут выжжены Двадцать бенгальских огней, Пересказаны сотни Занятных историй и сказок. И струна у гитары порвется. Но в жизни моей Это будет Спасибо друзьям Самый радостный праздник. Далее. Смыслы. Вот содержательный аспект В поэзии. Самый главный. Сейчас принято Очень много внимания Обращать на Форму, на рифму стиха. На Его эстетику. На какие-то красивости. Даже не сейчас, А вот В предыдущие годы, Так скажем. Сейчас как раз Ситуация меняется с этим. Сейчас на первый План Выходят смыслы. Но На самом деле Все Ценое, что есть В стихе, Он ведь даже Без рифмы может быть. Он ведь даже Просто разбит На строчки может быть. Все Самое ценное, что есть В стихотворении Это смыслы. Смыслы, которые Вы хотите донести. Хорошее стихотворение Богато Смыслами и идеями. В хорошем стихотворении Поэт доносит До читателя Какую-то Идею, Мудрую мысль. Не банальную. Что-то новое Обязательно звучит. И Вот В стихотворении, Которое я прочитала Последним О друзьях Как раз Эта мысль Касалась ценности Дружбы И друзей В жизни человека. Порой Стих Объясняет Причины Каких-то событий Процессов Происходящих В жизни. И поэт Здесь становится Мудрецом Философом. Он Рассуждает. Он Философски Осмысляет Мир. И Часто Даже Предвидит События Будущего. Поэтому В трудные Для своей Страны Времена Поэты Становятся Голосом Своего Народа. И На данном Историческом Этапе Мы Как раз Это И переживаем. Сегодня Поэты Играют Особую Роль В Обществе. Они Помогают Нам Сплачиваться Перед Бедой И Настраивают Нас Эмоционально Определенным Образом Помогают Воодушевить Общество И Доносят Очень важные Смыслы Подать Мысли Небанально Неожиданным Образом Это Одна Из Важнейших Задач Поэта Поскольку Уже Очень Много Сказано В Литературе И Очень Много Стихов Написано Удивить Сложно Но Как Говорили Поэты Серебряного Века Чем Больше Вы Удивили Читателя Чем Лучше Вам Это Удалось Тем Лучше Ваше Стихотворение И Большой Успех Написать Оригинально О чем То Уже Привычном Известном Такие Стихи Вызывают Восторг Давайте Прочту Вам Стихотворение Которое Относится К Городской Поэзии В Котором Оригинальным Образом Метафорой Города Становится Крокодил Неожиданно И Интересно Город Расправил Зонты Перепонки В Ливни Нырнул И Поплыл Крутит Хвостом Водяную Воронку Лязгает Бойким Трамваем Вдогонку Город Цветной Крокодил Все Загребает В Огромную Ложку Из Набежавшей Реки Делает Острую Злую Окрошку Сотни Машин И Прохожих Немножко Вымокли Все Дураки Лужи Ботинками Бьются На слезы В теплых Кафе Суета Звонкие Чашки Плохие Прогнозы Не Остановятся Майские Грозы Тонем Наверх От винта Помните Так же Хорошее Стихотворение Нелегковесно Оно Заставляет Задуматься О смыслах И в нем Заложена Такая Глубина Смысла О которой Можно Рассуждать Можно Спорить Можно Сомневаться Что имел Ввиду Автор Такая Поэзия Духовно Обогащает Читателя Поэтому Не Смущайтесь Если Ваш Стих Не так Поняли Поняли Его Не так Как Вы Имели Ввиду И Смыслов В стихотворном Тексте Может быть Много Тем Лучше Он Тем Интереснее Он Тем Ценнее Он Давайте Прочитаю Вам Образец Своей Философской Лирики Здесь Все Не так Однозначно И можно Трактовать Это Стихотворение Таким Образом Что Оно Будет Применимо Ко Многим Ситуациям В нашей Жизни Отсюда Все Пероны Далеки Бросаю Сумки Пыльное Мытарство Нескорый Телепорт Из Царства В Царство Локомотивов Сиплые Гудки Бросаю Все На Рельсы Зеркала Которых Натираются До Скрипа Когда Мой Поезд Мантрой Либо Либо Преображает Спящие Тела Уходит Все Пероны Далеки Но Все Короче Крови Перегоны Теперь Внутри Меня Купе Вагоны И Безымянных Станций Маяки Теперь Я хочу Вам Дать Несколько Советов От Олега Демидова Литературный Критик Поэт Соратник Известного Российского Писателя Захара Прилепина И Педагог Наставник Литературной Мастерской Захара Прилепина Куда Кстати Каждое Лето Приглашаются Молодые Талантливые Поэты Литераторы Для Обучения Так вот Кто-то Из Литературной Мастерской Спросил Совета Олега Демидова Как Писать Стихи И Мне Его Ответ Очень Понравился Профессиональный Если Вы Захотите Какие-то Практические Советы Услышать То Вот Пожалуйста Первый Пункт Если Не пишется У вас Значит Не пишется То есть Не нужно Себя Заставлять Писать Стихи Стихи Это Всегда Волна Духовный Подъем Душевный И Непреодолимое Желание Сесть Написать Взять В руки Ручку Блокнот Либо Написать Что-то В компьютере Сесть Открыть Файл Не Заставляйте Себя Писать Пишите Только По Большому Желанию По Велению Души Если Начали Писать А строка Встала И не Дается Значит Не туда Разворачивайте Мысли Тоже Верно Бывает Пишешь Пишешь И В какой-то Момент Как будто Что-то Останавливает И Дальше Нет Путей Не Знаешь Куда Двигаться Дальше Значит Нужно Что-то Поменять В той Строке В последней Которую Начал Писать Значит Немножко Не туда Идет Мысль И Нужно Возможно Отойти Подумать Отвлечься Потом Вернуться Взглянуть Свежим Взглядом И Пойдет Так Как Надо Но Уже В другую сторону Третье Пиши И Сокращай Здесь Надо Понимать Что Поэзия Это Емкий Жанр Не Надо Не Надо Писать Лишнее Четверостишее С тем Чтобы Сделать Стихотворение Длиннее Главное Сказать Выразить Основную Мысль Создать Главный Образ Если Безболезненно Из Какого-то Если Безболезненно Можно Убрать Какое-то Четверостишее Из Вашего Стиха И При Этом Стихотворение Ничего Не Потеряет Тогда Надо Это Сделать Лишнее Писательные Строчки Разъяснительные Строчки Не Нужны Помните Что Стихи Это Емкий Жанр И С Высокой Концентрации Смыслов Тем Он И Ценится Дайте Стихотворению Отлежаться Какое-то Время Сразу Не Публикуйте Его И не Показывайте Это Верно Это Верно Почему Потому что Сразу Написав Стихотворение Мы Не Видим Каких-то Ошибок Иногда Очевидных Иногда Стоит Посмотреть На Это Стихотворение Спустя Даже Час А Тем Более Спустя День И Вы Видите Что Здесь Не То Слово Здесь Нелогично Бывают Ошибки Логики Когда Просто Нельзя Употреблять Один Глагол По отношению К другому Существительному Глагол По отношению К существительному Нельзя Употреблять Это Нелогично Вот Такие Все Вещи Видит Свежий Взгляд А У Поэта Который Сидит Над Стихотворением Возможно 15 минут А возможно Час А возможно Даже 2 часа Мы Не Знаем Глаз Замылен Так же Мы Перестаем Вещи Какие-то Очевидные Видеть Так Вот Дать Отлежаться День Два Дня Потом Вернуться Исправить Ошибки Они Обязательно Есть В любом Стихотворении И Только Потом Поработав Отшлифовав Стих Его Показывать Публиковать Пятый Совет Не Умничай И Не Пиши Просто Ищи Золотую Середину Приемлемую Для Тебя Тоже Важно Люди Очень Не Любят Когда С ними Говорят С высока Вот Когда А до Статуса Философа И Мудреца Надо Еще Дорасти И Вот Когда Начинают Давать Советы Стихотворения Иногда Тем 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 Не Не Нельзя Делать Стихотворение Заумным И Нельзя Писать Его Будничными Словами Простыми Слишком Тогда Оно Будет Неинтересно Вот Золотая Середина Ее Необходимо Найти Дальше Понимая Рядом С каким Автором И Какой Его Книгой Каким Его Стихотворением Не Стыдно Будет Поставить Твою Собственную Книгу Твое Собственное Стихотворение Это Вот Уже Вопрос Начитанности Это Уже Вопрос Образования Да Для Того Чтобы Выполнить Требования Этого Пункта Нужно Много Читать Читайте Александра Блока Читайте Марину Цветаеву Анну Ахматову Читайте Есенина Читайте Гумилёва Читайте Осипа Мандельштама Читайте Высоцкого Читайте Маяковского Роберта Рождественского Читайте Громких Поэтов Известных Которые Дали Миру Шедевры Это Все Наши Поэты И Наше Наследие Литературное Поэтическое Которым Мы Гордимся Советую Вам Досконально Изучить Весь Серебряный Век Всех Поэтов Серебряного Века Они Все Блестящие Игорь Северянин Потрясающий Учитесь И Важный Совет Не Обо Все Можно Писать Но Писать Можно Обо Все Такая Закавыка Это Противоречие Вам Сейчас Расшифрую Не Обо Все Можно Писать Но Есть Вещи О которых Писать Просто Аморально Есть Какие-то Нормы Морали Есть Вещи Неприятные Для Человека Которые Никто Не Хочет Допустим Какие-то Натуралистичные Слишком Моменты В Жизни В стихах Мы бы Наверное Не хотели Слышать Все Это Есть Просто Вещи О которых Лучше Помолчать До Поры До Времени Да Или Не писать О том В чем Мало Смыслишь Какие-то Области Не трогать В которых Пока Не Разбираешься С Другой Стороны Писать Можно Обо Все Как Это Понять Писать Можно Обо Все Дело В том Что Поэзия Она И Есть Обо Все Мы Можем Развернуть Невообразимые Бесконечные Миры Которые Есть Внутри Нас Фантастические Миры Писать О Них Мы Можем Писать О Каких-то Исторических Моментах Мы Можем Писать Обо Все Мы Видим Вокруг Себя В Мире Можно Писать О Мухе На Столе Можно Красивое Стихотворение Написать О Пуговице На Пиджаке Писать Можно Действительно Обо Все Все Но Подходить каков автор практически всегда как он мыслит себе этот мир как он его себе представляет и личность автора наиболее ярко выражается именно в стихах не в прозе стихи как я уже говорила это очень личный текст вот поэтому всегда так сложно их показать опубличить так скажем и последнее о чем он говорит рифмованный текст не стихи стихи не поэзия поэзии еще не все а вот здесь вообще загадка рифмованный текст не стихи да только срифмовав строки вы еще не написали стихотворение не написали текст который имеет художественную ценность это еще не значит наличие рифмы что это стихотворение я говорила вам о графомании рассказывала так вот нужно чтобы ваш текст был глубоким насыщенным смыслами в поэтическом смысле прекрасным рифма еще не все стихи не поэзия это собственно о том же что поэзия это выше чем форма поэзия в первую очередь содержание и гармония неуловимая подчас поэты говорят многие о том что стихотворение приходит вот у у мастеров у мастеров слова поэзия приходит одним куском она приходит как как текст который уже даже и менять нельзя и не нужно потому что она приходит как гармония неуловимая гармония звуков фонетики слов и смыслов и идей но это уже у мастеров так происходит и в этом феномен поэзии и и многозначность глубина эстетика при ограниченности формы ее вечность поскольку в часто в поэзии мы говорим о вечных смыслах вечных вопросах и звучат такие понятия метафизические как душа зло добро смерть жизнь бог вот это вот все поднимаются глубинные смыслы и в то же время в совершенной словесной и фонетической форме это подается которую можно петь которая сродни музыки и неописуемо и неразгаданно потому что феномен стиха изучается об этом написано много книг о том как писать стихи почему стихи именно такие они какие-то другие почему они до сих пор до конца не поддаются осмыслению стихи это загадка я вам желаю чтобы в вашей жизни было побольше хороших стихов неважно пишите вы сами или вы их читаете по сути дела это это очень сходные переживания читать хорошие стихи и писать стихи самому это всегда рождение смыслов внутри человека это какие-то глубинные сдвиги внутри нас когда мы умеем чувствовать поэзию это уже огромный дар это уже талант поэтому читайте учитесь пишите сами если у вас есть к этому огромное желание и не забывайте о том что талант шлифуется и мастер выращивается мастер поэт выращивается на протяжении всей жизни в человеке нельзя останавливаться на достигнутом когда вы уже достигли определенных успехов продолжайте двигаться вперед люди это процесс а поэты тем более это процесс а поэты тем более и